Гортензия ванилла фрейс, посадка и уход в открытом грунте. Семейство гортензиевые имеет огромное количество разновидностей. Садоводы из разных стран выращивают на своих участках черешковые и дуболистные, крупнолистные и метельчатые виды. Одним из самых ярких представителей последнего считают сорт ванилла и фрейс. Гортензия ванилла фрейс, посадка и уход в открытом грунте, особенности подготовки к зиме. Вот главные темы данного материала. Происхождение и внешний вид гортензии ванилла фрейс. Эта яркая красавица была выведена во Франции. Над ее созданием с 1989 года по 2003 году, работали селекционеры питомника под названием Рено. Задача перед ними стояла непростая, получить уникальную разновидность, в короткие сроки меняющую окраску. Красавица ванилла фрейс начинает цвести еще в июне и радует садовода своим видом до первых холодов. Результатом трудов французских селекционеров стал сорт со сложной окраской соцветий ваниллы и фрейс, название которого переводится как ванильная клубника. К сведению, цветение гортензии этого сорта проходит в несколько этапов. В середине июля на ветвях появляются бутоны белоснежных цветков, которые постепенно приобретают нежный розовый оттенок. А уже в конце лета и начале осени соцветия ваниллы фрейс становятся яркими бордово-красными. Гортензия ванилла фрейс на штамбе. Для большей декоративности растение можно выращивать, придав ему форму дерева. Штамб – это часть ствола гортензии до первого нижнего яруса стебля. Разумеется, чтобы добиться желаемого результата и вырастить штамбовую культуру, потребуется терпение и время, от трех лет. За этот период молодые побеги приобретут грубую корову, развитие продолжит только верхняя часть гортензии. Гортензия ванилла фрейси – посадка и уход в открытом грунту. Прежде чем посадить ваниллу фрейс на постоянное место, необходимо определиться со временем и местом для растения. Если саженцы будут посажены неправильно или в холодное время, гортензия может не пережить адаптацию и погибнуть. Важно! Опытные садоводы говорят, осуществлять посадку гортензии ванилла фрейс лучше всего весной или ранней осенью. Что нужно для посадки? Чтобы высадить ванилла и фрейс на участке, необходимо подготовить семена, здоровые саженцы или черенки. Оптимальный вариант – пятилетние саженцы. Посадив их, получится полюбоваться пышными яркими соцветиями уже в первый год. Тем садоводам, которые отличаются терпеливостью, подойдут семена, но ждать результатов труда придется минимум 2-3 года. Выбор оптимального места. В отличие от других садовых культур гортензия виниловый фрейс страдает от воздействия прямых солнечных лучей. Ее рост замедляется, а соцветия становятся мелкими. Растению необходима ажурная полутень. Есть и другие требования к месту. Защита от ветра и сквозняка. Питательный грунт нейтральный или слабо кислый. Значительное расстояние от деревьев, которые поглощают влагу. Обратите внимание. Важно правильно выбрать посадочный материал. Побеги должны быть здоровыми, без следов гниения или механических повреждений. Их высота не должна превышать 30 см. Пошаговый процесс посадки. Если сажать гортензию планируется весной, делать это необходимо до начала сокодвижения. Перенести эту процедуру можно на сентябрь или октябрь. Сажать растения следует после листопада, но до похолодания. Последовательность посадки гортензий. В первую очередь следует выкопать яму, размер которой 30 на 30 см. Следующий этап – подготовка почвы. Нужно смешать по две части торфа и дерновой земли и по одной части компоста и песка. В грунт можно добавить 30 граммов сернокислого калия и 50 граммов суперфосфата. Готовый субстрат высыпать в посадочную яму. Через 1,5-2 недели, когда грунт осядет, можно сажать гортензию на постоянное место. Саженец следует вынуть из контейнера, аккуратно подрезать корни, погрузить на пару часов в стимулятор роста. В лунке корни гортензии нужно расправить. Засыпать землей, обильно полить. Почву следует мульчировать. Это позволит сохранить влагу и предотвратит появление сорняков. Размножение гортензии ванилла фрейс. Как и другие метельчатые гортензии, сорт ванилла и фрейс можно размножать семенами, отводками или черенками. Размножение черенками. Подготавливать черенки опытные садоводы рекомендуют во второй половине июня. Гортензии требовательны к почве, грунт для них должен быть увлажненным и хорошо дренированным. На каждом должно быть от четырех до шести узлов. Подготовленные ветви следует сажать в кислую почву, состоящую из двух частей торфа и одной части речного песка. Обратите внимание, горшки с черенками стоит поместить в затененное место и укрыть полиэтиленовой пленкой. В таком мини-парнике гортензия довольно быстро даст корешки. Спустя месяц, когда черенки укоренятся, их можно открыть и посадить на постоянное место. Размножение отводками. Можно размножать ванилу фрейс отводками. Делать это следует следующим образом. Выбрать крепкий нижний стебель, пригнуть его к почве, прикопать на глубину около 10-15 см. С помощью специальных приспособлений отводок необходимо закрепить в почве. Через месяц, когда у отводка появятся полноценные корешки, его необходимо отделить от материнского куста с помощью секатора или лопаты. И пересадить на подготовленное заранее место. Выращивание из семян. Такой процесс выращивания гортензии довольно трудоемкий и долгий. Семена необходимо замочить в слабо розовом растворе перманганата калия, тщательно просушить. Подготовить горшок. На дно выложить мелкие камни, затем всыпать универсальную почву для цветов. На поверхность выложить семена, присыпать грунтом, увлажнить с помощью пульверизатора, укрыть полиэтиленом. Когда у всходов появятся три листка, их можно рассадить в разные емкости. Уход и обрезка гортензии ванилла фрейс. Сорт ванилла фрейс неприхотлив, полноценно ухаживать за ней сможет даже начинающий садовод. Правильный уход позволит получить пышные яркие соцветия и продолжительное цветение. Пышные соцветия гортензии отлично сочетаются с манжеткой, остельбой и хостами. Режим полива. Гортензии любого вида требовательны к поливам. Разумеется, это не означает, что нужно заливать кусты. Самое главное, говорят цветоводы с опытом, не позволить верхнему слою почвы пересохнуть. Важно. Вода для ваниллы фрейс должна быть мягкой и теплой. Куст, растущий на южной стороне, нуждается в поливе два раза в неделю. Объем воды должен составлять от 10 до 30 литров под каждое растение. Подкормка. Когда вносить удобрения. Весной, когда начнут набухать почки. Во время появления первых бутонов. Летом в период массового цветения. Перед подготовкой к зиме. Оптимальный вариант первой подкормки – настой коровика. На одну часть органики потребуется 15 частей чистой воды. Поливать таким средством гортензии необходимо под корень. Для двух летних подкормок подойдут минеральные комплексы, в состав которых входит калийная соль, аммиачная селитра, суперфосфат. По 30 граммам суперфосфата и сульфата калия необходимо вносить под гортензии осенью. Обратите внимание. Азотом растения перед зимой удобрять не рекомендуется, так как это вещество вызывает усиленный рост побегов. Особенности ухода в периоде цветения. В период активного цветения гортензия сорта ванилы и фрайс не нуждается в дополнительном уходе. Все, что ей нужно – своевременный полив и отсутствие подкормок. Если место было выбрано правильно, а почва должным образом подготовлена, растение будет радовать пышным цветением до первых заморозков. Особенности ухода в периоде покоя. Когда кусты отцветают. Полив следует сократить, а внесение питательных веществ прекратить. Если планируется на зиму пересадить гортензию в контейнер, сделать это следует именно на данном этапе. Емкости с отростками следует держать в прохладном темном месте до наступления весны. Формирование куста и обрезка. Благодаря обрезке ваниле фрайс можно придать нужную форму. Обрезать кусты следует до начала вегетационного периода. При этом важно не только формировать кусты, но и удалять поврежденные и сломанные побеги. Укоротить побеги можно на 6-7 почек. Не стоит проводить обрезку перед холодами, так как сухие соцветия и ветки смогут защитить кусты от морозов. Обратите внимание, чтобы омолодить старое растение, рекомендуется обрезать его под корень, оставив около 10-15 сантиметров ветвей. Проводить обрезку летом нельзя, а вот удалять сухие соцветия даже нужно. Подготовка к зиме. Этот пышный кустарник с яркими белорозовыми соцветиями не такое слабый, как может показаться. Благодаря отличной морозостойкости, ванила фрайс переносит похолодание до 35 градусов. Сажать гортензию можно даже на территории Сибири. Однако перед первой зимовкой растения необходимо укрыть соломой, листвой или опилками, а сверху закрыть укрывным материалом, пропускающим воздух. Открывать укрытие следует в первые дни весны, чтобы куст не запрел. Простая в посадке, нетребовательная в уходе гортензия ванила фрайс, отличный вариант даже для небольшого садового участка. Она эффектно смотрится и в одиночных, и в групповых посадках, неплохо сочетается с хвойными насаждениями.